Приветствую, народ! Не так давно я раскрывал вопрос лучших смартфонов до 400 долларов. И напомню, что в той зарубе победил OnePlus 9 RT. После чего многие начали критиковать меня в комментариях, типа, Андрюха, ну слушай, ты там берешь внимание цену 370-380 баксов. В Украине он стоит гораздо дороже, так нечестно. Плюс ко всему, почему ты рассматриваешь исключительно китайские смартфоны? Ведь нужно выходить за рамки всех вот этих вот Realme, Xiaomi, Poco и так далее. Есть же там еще Samsung, есть множество других брендов, на которые тоже стоит обращать внимание. Некоторые вообще говорят, что можно немного добавить и взять себе iPhone 12. Я посмотрел, да, это действительно так. Правда, там версия на 64 гигабайта, и тем не менее. В этом выпуске я предлагаю немного расширить кругозор, ведь элементарно некоторым может не нравиться дизайн смартфона 9 RT. Некоторым может не нравиться дизайн GT Neo 2. Возможно, кому-то не нужно мощное железо. Человеку необходим какой-нибудь девайс на каждый день, так чтобы была и беспроводная зарядка, и вот это вот все. То есть у каждого человека разные приоритеты. В этом выпуске мы поднимем все интересующие вас вопросы и надеемся, что придем к какому-то общему знаменателю. Кому интересно, устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Но перед тем, как я начну, хочу напомнить, что вы всегда можете получить дополнительную скидку по промокоду AndroNews у наших партнеров. Допустим, на Nothing Phone 1 делают скидку 1000 гривен, на 9 RT делают скидку 1000 гривен, на Realme GT Neo 2 делают скидку 600 гривен. Кроме этого, там есть множество фитнес-трекеров, других более доступных смартфонов. Скоро придет там целая партия всего всякого интересного. Для того, чтобы быть в теме, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал AndroPrize Украины. Если же вы больше привыкли заказывать с Алиэкспресса, заподписывайтесь на наш телеграм-канал AndroPrize Алиэкспресс. Все ссылки будут в описании. Желаю удачных покупок и... И все. Возвращаемся к сравнению. Так, абсолютного лидера среди китайцев до 500 долларов мы с вами уже определили. Это смартфон OnePlus 9 RT. Какую модель я предлагаю взять, плюс-минус из этого рационного сегмента. Так, чтобы он работал на Android, и был рассчитан исключительно на глобальный рынок. Nothing from One. Он хайпил весь этот год. После того, как он вышел, буквально все блогеры его обозревали. Энергично о нем рассказывали. Вот в том числе и мы. И мне кажется, что мы рановато о нем позабыли. Потому что с момента выпуска прошло уже там около 2-3 месяцев. Вышло множество прошивок новых. И вообще с того времени аппарат несколько изменился в плане ПО в лучшую сторону. Поэтому я считаю, что на него однозначно стоит обращать внимание. Есть еще один аппарат, который здорово подходит для нашего видео. Это Galaxy S21 FE. Он стоит на пару тысяч дороже. Nothing. Но по своей философии он где-то находится рядом с ним. Вот поэтому его мы тоже будем здесь часто вспоминать. Что касается 12-го iPhone. Субъективно, друзья. Он не совсем является конкурентом этим моделям. Во-первых, потому что стоит немного дороже. По габаритам он гораздо меньше. В-третьих, у него за эти деньги всего-навсего 64 гигабайта постоянной памяти. И самое главное. Есть люди, которым нравится операционная система iOS. А есть люди, которым нравится операционная система Android. И это тоже стоит обращать внимание. Ну, думаю, вы со мной согласитесь. Если человек хочет себе iPhone, он пойдет и купит себе iPhone. Он не будет обращать внимание на Android. Ему вообще будет все равно на аргументы, которые будут сказаны за или против. Поэтому предлагаю в первую очередь концентрироваться на Nothing Phone. Иногда упоминать S21 FE и 9RT. Почему я вообще решил взять Samsung и Nothing? Потому что в отличие от OnePlus, в этих смартфонах есть беспроводная зарядка. А это, как мне кажется, прерогатива флагманов. Ни Xiaomi, ни Realme, ни OnePlus никогда не устанавливали свои младшие флагманы эту функцию. Почему? Потому что если они это сделают, тогда не будет смысла покупать их старшие флагманы. А Nothing, допустим, в своем лагере всего-навсего один. Все, у этого бренда больше нет ни единого смартфона. Поэтому они решили выпустить такое себе оптимальное решение, которому не с кем конкурировать в своем семействе, потому что он родился один. Что касается S21 FE, он решил пойти еще немного дальше, так как кроме беспроводной зарядки ему досталась влагозащита корпуса, которая нет ни у Nothing, ни у OnePlus 9 RT. Насколько это для вас важно, решайте сами, но в этом ценовом сегменте очень мало устройств, которые могут похвастаться защитой от воды. Но из-за того, что S21 FE досталось все и сразу, производителю пришлось экономить на материалах корпуса и как-то удешевлять этот аппарат. Опять-таки, чтобы он не конкурировал со старшими флагманами. В итоге он получил тыльную панель не из стекла, а из пластика. Из-за этого в руках он ощущается не так дорого-богато, как его конкуренты. Кроме этого, Samsung сэкономили на вибромоторе, он значительно хуже, чем у конкурентов. Не знаю, насколько это для вас важно, но если вы ценитель и настоящий гик, вибрик, ну вы по-любому должны на него обращать внимание. И невероятно шимящий экран. Вы только посмотрите на эти показатели. На самом деле, у всех смартфонов от компании Samsung есть проблемы с шимом. Тут многое зависит от того, как реагируют ваши глаза на это мерцание. У кого-то они устают там спустя 10 минут, прям начинает голова болеть, а кому-то вообще пофиг. Если для вас это действительно важно, и вы хотите себе найти смартфон так, чтобы глаза у вас ни в коем случае не уставали, и так, чтобы была матрица AMOLED, а не IPS, тогда за эти деньги ничего лучше, чем на FinFone One не существует. Вы только посмотрите на эти показатели. Как по мне, это эталон. Не IPS, конечно, но показатели очень хорошие. По всему остальному, экраны этих смартфонов плюс-минус одинаковые. Возможно, у 9RT максимальная яркость немножечко там на полшишечки выше, но я бы не стал особо застрять на этом внимании, потому что, ну, это незначительно. Мне кажется, гораздо важнее это стабильность работы, сам интерфейс и скорость работы. У всех смартфонов, которые принимают участие в сегодняшнем видео, абсолютно разные оболочки. У каждой из этих оболочек есть свои плюсы и минусы. Говорить, какая из них лучше, попросту будет не объективно, потому что кому-то больше нравится чистый Android, как в случае с Nothing Phone и там где-то недалеко ходит Oxygen OS, а кому-то больше импонирует One UI. Наверное, гораздо правильнее будет обсуждать скорость работы и на протяжении какого времени производители будут поддерживать свои девайсы. И в этом плане 9RT и Nothing максимальные красавчики, потому что их системы работают просто как самолет. Вот нет ни единого подлагивания, ничего, если вы любите шуструю работу, тогда нужно смотреть однозначно в их сторону, потому что у Samsung One UI он все равно более тяжелый и иногда проскакивает микрофризы, там нет такой скорости. Просто нет, ты берешь и запускаешь приложение, эти ребята справляются шустрее. И это несмотря на то, что в Nothing, что меня больше всего удивляет, да, то, что у него процессор Snapdragon 778G+. Плюс это субфлагманское решение, в то время как и у 9RT и у S21FE у них установлены настоящие топовые драконы. Я не знаю, как они это сделали, но, ребята, даже если смотреть на игровую производительность, да, вот берем там, запускаем какую-нибудь тяжелую игрушку, берем Genshin Impact, на максимальных настройках все выкручиваем и спустя полчаса игры, спустя полчаса игры, S21FE задыхается. Вы можете посмотреть средний фпс за этот промежуток времени, начинает троттлить и, ну, показатели далеко не самые лучшие. Почему-то в последней прошивке 9RT его тоже немножечко придушили. Я включал в настройках максимальную производительность, делал все то, что вы писали в комментариях, там, отключал приложение игры и все равно в этом случае я там получаю средний фпс спустя полчаса, ну, до 40 кадров в секунду. Вот, а у Nothing, да, несмотря на более слабый процессор, более холодный процессор, так выходит, что на расстоянии он выигрывает у своих конкурентов. Я не знаю, как это работает, но факт остается фактом. У него там около 50 кадров в секунду через полчаса. Это шикарный показатель. То есть его можно реально называть игровым. То есть если бы, допустим, мне не сказали, что здесь внутри установлен субфлагманский чип и сказали, на, там, погоняй во что-нибудь, да, какую-нибудь игрушку, я бы вообще сказал, типа, окей, да, здесь топовый дракон, я в это поверю. На самом деле, если немного разобраться, тут нет никакой магии, это вообще известная проблема. Абсолютно все флагманы прошлого года и начала этого года, те, которые получили чип Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, они на расстоянии начинают сильно нагреваться, троттлить и сбрасывают частоты. В то время как более холодные процессоры, да, такие как Snapdragon 870, Snapdragon 778+, они не так сильно греются и стабильно показывают высокий FPS. Так это и работает. Поэтому я считаю, что компания Nasen пошла по правильному пути, установив более слабый чип, зато он показывает отличные результаты в плане энергоэффективности, у него время автономной работы выросло, и игровая производительность точно не хуже, чем у конкурентов с топовыми чипами. Тут сейчас будет небольшое отступление. С этой же проблемой столкнулись Samsung в своих последних раскладушках. Смотришь на бумагу, да, внутри установлен топовый чип от Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ну а толку от него? Средний FPS 30 кадров в секунду. Вот ты играешь полчаса, они нагреваются, вот средний FPS 30 кадров в секунду. Поэтому, друзья, если вас так сильно интересует скорость работы, вот, и игровая производительность, не нужно гнаться за последними драконами. Просто посмотрите на результаты тестов, после этого делайте выводы. Ну и раз уж я отчасти уже затронул тему времени автономной работы, давайте продолжим. Как я сказал, Nothing Phone получил более слабый и более энергоэффективный процессор. За счет этого он живет гораздо дольше своих оппонентов на практике. Понятное дело, что все они живут один день, и разница вот в этом вот хвостике. Так вот, Nothing иногда хватает на полтора, а то и до двух дней работы. А вот в случае с Samsung и 9RT-шкой вы можете рассчитывать исключительно на один день работы. Если говорить о цифрах, вот в нашем фильмном тесте автономности он продержался где-то на полтора часа дольше своих конкурентов. Окей, но где-то же он должен сливать своим конкурентам? Наверное, по камерам, потому что Samsung всегда были хороши в этом вопросе. А 9RT он уделал даже последний iPhone 14 Pro Max. Вы можете посмотреть сравнение, ну, в плане фотосъемки, это точно. На практике, если брать внимание основной сенсор, я не могу сказать, что вижу какую-то заметную разницу между этими смартфонами. Ну да, там где-то по цветопередаче, по динамическому диапазону, по детализации они плюс-минус одинаковые. Иногда у Nothing есть небольшая проблема, так как нельзя вручную включить режим HDR. Иногда некоторые участки кадра пересвечены. Такое бывает редко, но бывает. Эти ребята погнались за минимализмом интерфейса приложения камеры. И там вообще практически нет никаких настроек. Там полностью все автоматизировано. Даже если вы захотите включить ночной режим, у вас это не получится сделать насильно. Смартфон сам показывает, когда этот ночной режим уместен. Вы сможете нажать на пиктограммку и все, в таком случае он включается. И, кстати, фотографии в тяжелых условиях получаются, опять-таки, не хуже, чем у 9RT и не хуже, чем у S21FE. Вы можете сами посмотреть на примеры. Как по мне, это плюс-минус один уровень. Во всяком случае, если смотреть на экранах смартфонов, я большой разницы не вижу. Если смотреть на большом экране, возможно, где-то немножечко по детализации лучше себя показывать 9RT. Но это настолько незначительно, что я бы вообще не брал всю эту тему во внимание. Могу повторить вам то, что сказал видео с опытом эксплуатации этого смартфона. Нас им погнались за компанией Apple. И все их фотографии, они близки к реальным. Ну, то, что ты видишь своими глазами, по цветопередаче, по всему, вот это же передает камера этого смартфона. У Samsung и у 9RT они какие-то более насыщенные, более контрастные. Тут уже кому что больше нравится. В целом, это не тяжело делается в настройках. Вы там можете повыкручивать потом насыщенность и получите плюс-минус тот же результат. Но это что касается основных сенсоров. Не стоит забывать, что у Nothing Phone и у 9RT крутые ультраширики. У Nothing вообще там с разрешением 50 Мп, у 9RT 16 Мп, оба не флагманского уровня. Давайте смотреть на примеры. Если на Nothing Phone фотографировать с разрешением 50 Мп, то на нем будет получше детализация, чем у конкурентов. Если этого не делать, тогда будет лучше детализация, чем на Samsung, но плюс-минус на одном уровне, может быть, на полшишечки лучше, чем у 9RT. В любом случае, ультраширик здесь хороший. Это касается и фотосъемки, и видеосъемки. Но, в отличие от конкурентов, у него еще есть отдельный макро-режим, который реализован при помощи этого же ультраширика. Посмотрите на результаты. В этом случае, по сравнению с конкурентами, у него лучше и детализация. Да тут все лучше, что тут вообще обсуждать, вы видите. Если уж совсем упороться, можно даже снимать макро-видео. Но в таком случае я бы использовал какой-нибудь стабилизатор. Что касается видеосъемки на основную камеру, у всех этих ребят есть оптическая стабилизация. У всех есть электронная стабилизация при съемке 4К. И мне кажется, что это плюс-минус один уровень. Я не могу здесь выделить кого-то из них. И по автофокусу, и по перестройке экспозиции все они хороши. Единственное, что могу выделить, на FinFone из-за своего процессора не умеет писать видео 4К 60 кадров в секунду. Только 30. Слегка нестандартный у нас сегодня подход, но о дизайне я решил поговорить аж в конце видео. Материалы корпуса мы уже с вами обсудили, а вот внешний вид в целом не обсуждали. Понятное дело, что в общем это дело вкуса. Кому-то нравится как 9RT выглядит, кому-то как Samsung, а кому-то как Nothing со своими iPhone подобными рамками. Могу выделить практичность такого решения, потому что здесь можно и на тыльную, и на лицевую панель наклеить вот такую защитную пленку. И таким образом избавиться от чехла. Это очень удобно. Это же касается и абсолютно всех iPhone. Потому что у них плоская и лицевая панель, и тыльная. Поэтому не важно, будьте вы сюда пленку защитную клеить, или вы же будете клеить сюда стекло, с этим здесь никаких проблем не будет. Напишите в комментариях, внешний вид какого из смартфонов лично вам нравится больше. А я озвучу цены, и после этого будем подводить итоги. На момент записи этого видео в Украине за все три смартфона, если брать во внимание базовые версии, просят от 19 тысяч гривен. Плюс-минус. Если же брать модификации пожирнее, S21FE отдают от 24 тысяч. Nassin Phone 1 за 23 тысячи гривен, а 9RT в районе 22 тысяч. Напоминаю, если вы являетесь подписчиком нашего телеграм-канала Андропрайз Украина, в таком случае вы можете получить дополнительную скидку на Nassin Phone в размере 1 тысячи гривен. Ссылка будет в описании. Не забудьте сказать продавцу промокод AndroNews. Какой выбор лично я сделал для себя после этого небольшого сравнения? Однозначно могу сказать, что я бы себе не брал Samsung. Не потому что S21FE плохой. Нет, он неплохой, вполне себе нормальный девайс, но я не фанат компании Samsung. Мне не нравится там вибромотор, мне не нравится там шимящий экран, мне больше нравятся интерфейсы Oxygen OS и Nassin OS. Почему? Потому что не так все аляписто, работают они гораздо шустрее. Да я никогда не был фанатом Samsung, мое сердце всегда больше лежало к устройствам от холдинга BBK. Какой смартфон лучше, 9RT или Nassin, если не брать внимание стоимости, не важно где вы будете его покупать, а просто вот лежит два аппарата. Честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что у каждого из этих девайсов есть свои сильные и слабые стороны. Nassin это такой, знаете, универсальный солдат. Не смотрите на его процессор, поверьте мне, вы вообще не заметите разницы, если бы вам не говорили, что у него защит по скорости работы, между ними разницы нет. У него есть беспроводная зарядка, у него отличное время автономной работы. То есть ты взял и на 2-3 года, говорят, 3 года будет поддерживать, ты забыл, то есть на каждый день он полностью обеспечит все ваши нужды. Пока у меня только положительные эмоции относительно этого устройства. У 9RT есть рычажок с звуковых профилей, плюс ко всему он немножечко тоньше и по эргономике мне больше нравится 9RT. Мне iPhone style не сильно заходит. Ну это такое, это субъективно, кто-то вообще себе возьмет Nassin для того, чтобы выделиться, потому что здесь этот глиф, вот эти вот все светящиеся штуки сзади, не знаю, это уже субъективно. Скажу так, что оба аппарата однозначно хороши. Это было мое мнение. Пишите в комментариях, какой из них выбрали бы вы. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальцы вверх, делиться выпуском со своими друзьями и до приводит с вами Android. Ну и напоминаю, что сейчас наш проект занимается волонтерской деятельностью. Мы собираем деньги на нужды людям, пострадавшим от войны в нашей стране. Если у вас есть возможность и желание как-то поучаствовать во всем этом действии, можете перейти по ссылке в описании и внести необходимую цифру. Если у вас карта Монобанка, там вообще все максимально просто. Если нет, тогда нужно будет бить цифры руками. Там нет ничего сложного. Огромное спасибо за то, что не стаёте сравнодушными. Слава Украине. Слава защитникам нашей страны. И да пребудет с нами мир. До скорых встреч. Слава Украине. 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 Продолжение следует...